Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Юрган. В прямом эфире программа «Случай из практики». Меня зовут Ярослав Орешкин. Сегодня, в преддверии дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, мы пригласили Анатолия Поршукова. Он принимал участие в ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС. Анатолий Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Анатолий Юрьевич, расскажите, пожалуйста, мне больше всего интересно узнать, где вас застала новость о том, что произошла катастрофа? Новость застала меня... Я еще служил тогда в центральной группе войск, это в Чехословакии. И как раз в этот год меня должны были перевезти, будем говорить, уже сюда, в Россию. И попал я в Прикорпатский военный округ, в город Ковель, это где-то приблизительно 250 километров от Чернобыля. И, значит, в июле месяца 1986 года я уже был на новом месте службы. Вы знали о том, что произошло? Как эту новость преподнесли для вас? Ну, новость мы узнали, конечно, от командира полка, когда я еще служил в Чехословакии, что вот произошла авария. Но, конечно, не 26 апреля, это где-то было уже после майских праздников, будем говорить. Пришло сообщение в нашем полку, сразу стали замерять радиацию тогда в Чехословакии. Значит, были несколько раз проведены тревоги, где мы отрабатывали способы защиты от радиации. Почему? Потому что, когда я служил в танковом полку, у нас ведь уже была разработана противоатомная защита на всех машинах, начиная от БТРа, заканчивая танками. Там автоматически, если радиационный фон повышается, включается противоатомная защита. И, значит, человек, который находится в этих бронетехнике, он практически в безопасности. Но только если он находится в бронетехнике? Да, если находится в бронетехнике. Вы принесли с собой книгу, я вижу, про Чернобыль. Давайте покажем нашим зрителям. Здесь наглядно продемонстрировано как раз распространение радиации. Не все люди знают, где на карте мира находится Чернобыль. Он находится в Украине. Вот здесь, посмотрите, пожалуйста. На границе. На границе. Между Белоруссией. Между Белоруссией и Украиной. Очень близко Киеву. А на этой карте можно видеть распространение радиации. Соответственно, чем темнее область, тем получается она. Смотрите, Чернобыльская станция и Пьетно пошло через Белоруссию, страны Прибалтики, до Швеции. Практически Стокгольм. Получается, что мы видим уровень радиации в Стокгольме, практически в Украине. Да, это самое наивысшее. Где-то один рентген в час. То есть, практически, если бы радиация не уменьшалась каждым днем, через пять дней практически население половины Европы могло уже уйти в небытие. Так же, как на Хиросиме и на Гасаки. У нас есть видео того, как выглядел Чернобыль и Припять до этой катастрофы. Давайте посмотрим, как жили люди, как до аварии выглядели города. Этот город взял свое название у реки. Он был палаточным лагерем, потом поселком. Теперь это город Припять. Один из самых молодых городов на Земле. Он еще не успел обзавестись своими стариками. Средний возраст его жителей 26 лет. Его АЭС, Чернобыльская атомная, убедительное воплощение современной технической мысли. Она считалась и одной из самых чистых в экологическом плане станций. А сводом пятого блока должна была стать и самой мощной. Сегодня ночью 176 сотрудников реакторного блока номер 4 проводят испытания системы энергопитания реактора. Возможно, это поведет к экономии энергии. В час 23 происходит отключение системы аварийной остановки, и эксперимент начинается. В активной зоне реактора происходит несколько детонаций. Пока Припять мирно спит, фундамент электростанции начинает вибрировать. Внезапный взрыв поднимает в воздух крышу реактора весом 1200 тонн. Чрезвычайно мощная струя радиоактивного пара разносит уран и графит на сотни квадратных метров вокруг станции. Изъяющей дыры поднимается километровый столб пламени, насыщенный плавящимися радиоактивными частицами. Какие ваши первые впечатления, когда вы приехали туда? Когда мы приехали туда, а это было во время проведения командно-штабных учений при Карпатском военном округе, в конце февраля 1987 года, я просто не ожидал, что попаду на Чернобыль, но мы подъехали по плану учений командно-штабных, мы должны были отступать до Киева во время какой-то, например, Третьей мировой войны. И здесь по нам мысленно был нанесен ядерный удар. Благо был уже тогда Чернобыль, мы начали технику промывать, делать дезактивационные работы. Ну и, будем говорить, на нашу радость или на нашу беду приземлился генерал с Чернобыля. Ему не хватало людей для проведения разведывательных мероприятий. То есть надо было разведать вот как раз в этих территориях то, что мы видели с вами, какая, куда ушло пятно. И он попросил, значит, этих 10 наших машин полностью командно-штабных, где были оснащены уже радиационными приборами. И вот нас командировали туда, ну буквально, говорит, на 10-15 дней. Но, к сожалению, эта командировка затянулась потом на месяц. Вот мы месяц там работали. Но вы в самом Чернобыле были? В самом Чернобыле я уже попал. Когда на следующий год меня назначили заместителем командира батальона инженерно-технического батальона Прикорпатского военного округа. Значит, мы стояли в Новой Радче. Это 50 километров от станции. И каждый день мы работали в две смены. Без выходных, без проходных. Вот это ваши сейчас та личная фотография? Да, это личная фотография. Вот я тогда еще был молодой, заместитель командира батальона. Значит, было что? Вот моей замполитой рот. Вот, к сожалению, полк оснащался наш 55-й в основном украинцами. Вы видите, что ребята рядышком все это украинцы. К сожалению, не знаю, они живые, нет. Вот наша уже часть, где мы вручали таким пожилым мужчинам благодарственные письма. А каким же пожилым? Я вижу, что ему лет 40-45. Это уже пожилое считается, да? Но нам-то было уже только 28. И нам приходилось командовать. 28-летнего, 45, это уже все. Да, это было тяжело, конечно, да, командовать и такими пожилыми ребятами. Ну и, значит, вот первая смена на Чернобыль выезжала. Подъем у нас был в 3 часа ночи. Где-то в 3.30 мы выезжали на Чернобыль. В районе 5 утра мы проходили вот этот пункт дезактивации, где надо было переодеваться ПУСО. И заезжали в 30-ти километровую зону. Где-то вот здесь, да. Вот, давайте покажем фотографию, как выглядела дезактивация. Получается, все машины, которые проезжали вот этот пункт досмотра, их мыли с мылом. Нет, туда въезжали, можно грязно въезжать. Когда назад выезжали, тогда если радиационный фон был повышен, то тогда обязательно надо было машину мыть, пока радиация хотя бы не исчезнет. Вы говорят о том, что все мыло с Советского Союза было привезено туда. Ну, это шутили. Может быть, действительно так, потому что порошка использовалось очень много. И наши, будем говорить, наливные вот эти, ну, машины, которые вот ездят по улице, чистят. А если машину инспектирует, она фонит, да, вот этот термин? Водитель продолжает мыть дальше. А если вот она фонит и фонит, фонит и фонит, то есть ее выбрасывают? Тогда ее отправляют на кладбище, так называемое. И дают новую машину. И то есть, я представляю, как много было там машин. Очень много тех, кто же с людьми тогда. Если технику можно было выбросить, а вот людей... Люди, пожалуйста, вот покажите, ликвидаторы наши, как выглядели в то время. Вот посмотрите, пожалуйста, молодые люди. Это вот ваши отцы, деды. Вот таким образом были вооружены наш солдатский и сержантский состав. Я вижу то, что они совершенно не, как же это сказать... Не вооружены, да. Не экипированы они для защиты. Давайте посмотрим, у нас есть видео того, как была объявлена мобилизация, о том, как происходила ликвидация аварии. Давайте посмотрим короткий сюжет, о том, как это было. Для 43 тысяч жителей Припяти жизнь идет, как обычно. Они ничего не знают о катастрофе, произошедшей в трех километрах от города. Через 20 часов после взрыва уровень радиоактивности продолжает расти. Сейчас необходимо плотно закрывать двери и окна и пить таблетки с йодом, чтобы снизить воздействие радиации. Но таких указаний все еще не поступило. Через 30 часов после взрыва начинают приниматься первые меры обеспечения безопасности. В город прибывает более тысячи автобусов. В два часа дня армия объявила о полной эвакуации города. Людям пришлось бросить все, что им принадлежало, оставить позади целую жизнь. Они уже никогда не вернутся. С неба вертолеты сбрасывают тонны липкой жидкости, получившей название «Бурба». А в это время бригады ликвидаторов занимаются очисткой зоны, идут от дома к дому и удаляют покрывающую все радиоактивную пыль. Вот идите сюда. Вот смотрите, что такое завал. Вот здесь, в том месте, где мы стоим, сейчас 10 рентгенов. Это будет примерно тысячу. Вот около вот этого колпака примерно 200. Этот батальон молодых солдат, призванных из запаса, готовится в первый раз выйти на крышу третьего реактора. Им всем от 20 до 30 лет. Все они призваны из запаса на передний край смертельной Чернобыльской битвы. Ни один человек еще не работал при таком высоком уровне радиации. По сигналу сирены, отделение, 80-летний офицер, бросается на крышу. Их задача проста. Как можно быстрее лопатами сбросить радиоактивный мусор с крыши. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, так. Так, так. Выставили. Дождались. Пришел, наконец, большой бетон. Пять тысяч кубов в сутки, чтобы упрятать в многометровый монолит адскую ядерную кухню. Навсегда. Да, это он. Саркофаг четвертого энергоблока. За бетоном и свинцом, за многотонными конструкциями упрятаны радиоактивные развалины реакторы. Его ядерное топливо. Анатолий Юрьевич, говорят о том, что на Чернобыльской АЭС работали роботы. Это вот правда? Вы их застали, видели их? Значит, роботов мы уже не застали тогда, когда я второй раз приехал на Чернобыль, именно на станцию. Он работал на крыше третьего блока. И сбрасывал весь этот мусор, который из четвертого блока, ну, будем говорить, остался на крыше третьего. Но, к сожалению, он потом провалился, ну, будем говорить, в углубление, в яму туда. И ему пришел конец. Вы говорили о том, что тело человека чувствует радиацию. Что когда вы приехали в эту пораженную зону, то ощутили какие-то там внутренние чувства. Расскажите об этом. Значит, ну что, при подъезде к станции, не только у меня, но вот у всех наших солдат и сержантов почему-то лицо покрывалось пятнами. Хочем мы этого, не хочем, но пятнами покрывалось. Второе, это болели все зыбы почему-то. Вот подъезжаешь к станции самой, начинают болеть зыбы. Потом у меня были электронные часы, модные такие, которые были первые советские. Значит, они начинали вдруг бежать. То есть, время показывали неправильно. Какие были ощущения, когда вы въезжали? Ощущения были, ну, вначале было непонятно. Проезжаешь через эти деревни, которые полностью уже эвакуированные были, и не знаешь, ну, было страшновато, конечно, что не знаешь, что это такое, как бороться с этой радиацией. Вот, хотя врачи говорили, что надо побольше пить, очень много было боржоми, у каждого солдата практически под нарами был этот ящик боржоми, воды минеральной, что надо было ходить каждый день в баню. Там бани тоже были при воинских частях. Смывать от себя этот радиоактивный пыль. Почему? Потому что сказали врачи, что самая опасная, это, конечно, радиоактивная пыль, которая заходит потом через рот в желудок. Вот она вызывает свечение желудка, а желудок такой организм человеческий, что его надо беречь постоянно. Если нет желудка, то нет уже человека. Вот это было самое опасное. Но я попадал как раз в февраль, март, апрель, тогда еще пыли так много не было. И, видимо, будем говорить, это буду считать везением, то, что я попадал в такие времена, что пыли слишком... А вот июль, август, вот такие месяцы, конечно, там пыли было в море. Машины ездили каждый день, мыли асфальт. Давайте сейчас прервемся на короткую рекламу, и после нее продолжим вспоминать об этой аварии. Еще раз здравствуйте, это программа «Случаи из практики». Сегодня у нас в гостях Анатолий Поршуков, участник ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, и мы вспоминаем о том, как это было. Анатолий Юрьевич, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть вопрос. Как вам выдавали защиту? То есть, вы когда приехали туда, когда начали ликвидировать, вам сказали о том, с какой опасностью вы сталкиваетесь? Вас предупреждали заранее или нет? Ну, каждый военный человек, особенно офицер, он знает, что такое радиация. Это обучают и в военных училищах, значит, это обучается и на практике, когда мы ведем, будем говорить, учения такие, вот как мы были на учениях ЩИТ-83, как раз мы отрабатывали эти варианты, что вдруг будет ядерная война. Но, к сожалению, когда произошла эта авария, в нашем арсенале, будем говорить, СССР, оказались только лепестки. Это вот на лице у наших военнослужащих, если мы посмотрим где-то там дальше, по-моему, есть, вот они работают с лопатами. Лепестки, это вы называете лепестками, вот эту вот маску, да? Да, это маска на лице. Но здесь уже она более усовершенствована, конечно. А так обычно лепесток состоял из обыкновенной ватно-марлевой повязки. Ватно-марлевая повязка. Да, она была рассчитана где-то в пределах на 2-3 часа работы. И после этого? После этого выбрасывалась, на следующий день новая одевалась. Плюс я знаю о том, что еще по 30 секунд давали работать. Да, на крыше третьего реактора, где вот работал один из водов нашего инженерно-технического батальона, мы, солдаты, сержантов, значит, запускали туда строго по секундомеру. 30-40 секунд. 30-40 секунд. Он должен был схватить какой-то железный там пруд, который валялся, быстренько его выбросить вниз. Там внизу уже стояли машины, на машину забросили, увезли этот радиоактивный шлак. И к декабрю, будем говорить, 1986 года, вот в кратчайшие сроки, был построен бетонный саркофаг. Много ли вы потеряли сослуживцев? Значит, я являюсь председателем общественного движения Чернобыль-Искуломского района. У меня, по данным военкомата, ушло 177 человек с района. На сегодняшний день, к сожалению, осталось 86. То есть практически 50% мы людей уже потеряли. Всего, по данным наших, так сказать, и этой книги, участвовало 540 тысяч человек. Это полмиллиона людей. Из них, значит, солдаты и сержанты составляли 360 тысяч. Сколько на сегодняшний день, мы узнаем, ну, будем говорить, 30-летие будет съезд чернобыльцев, и там скажут, сколько уже погибло. Но я думаю, 50% точно это уже ушло. Что касается самой ликвидации еще, когда вы вернулись домой, после того, как все закончилось, как вы возвращались? Как-то изменялась ваша жизнь после того, как закончилась ликвидация? Значит, ну, после того, как мы в 88-м году, я назад приехал домой, я еще служил на Украине в Прикорпатском военном округе в городе Ковеле еще два года, пока, ну, будем говорить, не распался Советский Союз, знаменитое Беловежское соглашение. И потом, как партийный работник, был уволен на службу, будем говорить, гражданскую. Тогда пришел совместный приказ министра обороны и министра образования. Нужны были учителя основ безопасности жизнедеятельности, то есть бывшей военной руке. И мы пошли работать в свою родную школу в поселок Югодиак. Что Вы говорили детям? Детям мы говорили правду. Детям учили от радиации спасаться, медицинской подготовки, перевязывать людей учили. Почему? Потому что на практике было случай, вот когда в 90-х годах, когда Украина разделилась, они стали, будем говорить, УАП, этот украинский националист, стали часто приходить к нам в воинскую часть за оружием. Им нужно было оружие. Они знали, что мы скоро уедем, так сказать, сюда, к себе в Россию, и оружие надо было красть. И вот я, когда стоял в дежурном подчасти, произошло это дело. Значит, склады вскрыли, автоматы стали забирать. Пришлось отстреливаться и вытаскивать часового оттуда. И сам я был ранен. И вот, к сожалению, был такой случай из практики, что сам инструктор подбежал ко мне, увидел кровь сам и упал в обманок. Вот пришлось, короче говоря, и его оббудить, и бедного раненого этого часового вытаскивать, и сам себе еще сделал перевязку. Вы учили детей тому, что как надо делать перевязки, чего они не боятся крови. Как же все-таки защититься от радиации? Потому что мы знаем о том, что вы сами говорили о том, что очень жалко было самих детей в Чернобыле, поскольку на них пришлась наибольшая нагрузка, учитывая, что организмы неокрепшие, а наиболее восприимчивые. Как бороться с радиацией? Мы всегда просим Анатолия Анатольевича Худина, это наш доктор, который в газете «Трибуна» идет к нам на встречу и пишет, как спасаться, как выгонять радиацию. И вот он рекомендует, что, во-первых, у нас есть здесь клюква в Республике Коми. Это очень хороший, будем говорить, спаситель. Чем больше вы пьете клюквенного чая, тем больше выходит радиация. Второе, это нужно кушать обязательно раз в день свекольную пищу. Свекла очень тоже выводит радиацию. Да? Да, очень сильно. И поэтому не брезгуйте, когда он в столовой подает свекольный, будем говорить, салат. Это очень прекрасная вещь. Я не брезгиваю. Хорошо, говорят о том, что нужно йод еще пить или есть его, что там можно? Йод надо есть только в первые дни, когда вы попали в радиацию. Вам давали? Для защиты от щитовидки. Да, нам давали эти таблетки. Сейчас этих таблеток очень много выпускают, йодомарин и так далее, и тому подобное. Поэтому, если вы хотите профилактику сделать, конечно, это можно сделать. И еще, мы каждый день получаем радиацию, и дети, и мы от естественного фона, от солнца и так далее. Очень много получаем радиации, когда проходим, например, рентген желудка. Поэтому этого надо опасаться. Поменьше летать самолетами. Почему? Потому что там свыше 10 тысяч метров радиации практически на 3-4 раза проходится на человека больше. Поэтому ездите поездами аэрофлота и автобусами. Ездите поездами аэрофлота. Знаете, как плавайте поездами аэрофлота. Вы говорили о том, что не было ни животных, ни птиц в Чернобыле. Это правда? Да, это мы были поражены. Там такие... Все-таки Чернобыль снабжали хорошо для того времени, когда СССР голодал, будем говорить. Чернобыль с Костоловой была богатая. Очень много было отходов. Но ни разу мы не видели там ни ворон, которые там кружатся, ни собак этих бродячих, которые постоянно возле помоек, везде шастают. Не было этого. И мы были удивлены. Ну, а потом доктор, который был там на Чернобыле, доктор биологических наук, объяснил, что животные, они не дураки. Они чувствуют это все. Радиацию избегают. Даже рыбки в аквариуме, говорят. И то начинают... Пытаться выплоть. Да, пытаться выплоть. Значит, мы... Один из наших взводов, инженерно-технического батальона, находился вот на... Очищал территорию возле водохранилища Чернобыля. И каждый день было... Ну, мне как рыбаку было страшно видеть, когда рыба выбрасывалась на берег. Замеряем радиацию возле головы, например, где-то в пределах полрентгена, в хвосте, там 25 всего сотых рентгена. Вот это было интересно. Конечно, рыбу нельзя было кушать, ничего нельзя было. Но жалко было, что она погибала. Ее никто, бароны не клевали, чайки не клевали. Некому было. Это такая покинутая территория была. У нас есть фотографии, давайте мы как раз на них сейчас смотрим, может быть, вы прокомментируете. Это состояние Чернобыля сейчас. То есть, это, по сути, абсолютно покинутая зона. Она так и называется, как зона отчуждения, правильно она называется? Да, зона отчуждения это называется. И Баженов, вы помните, в своей передаче заходил туда, в эту чернобыльскую зону. И, ну, скорее всего, больше всего, конечно, досталось Припяти. Если у вас есть этот самый город, мертвецов, где сейчас вроде бы с удовольствием снимают некоторые режиссеры такие страшные фильмы, пугалки про детей. Ну, в последнее время я вижу, что фильма стало больше. Ну, конечно, потому что это такая тяжелая, конечно, тема для обсуждения. Естественно, для нашей истории это большое... Потрясение. Большое потрясение, да. У меня даже слов не находятся для того, чтобы правильно характеризовать это, учитывая количество погибших. Но хочется выразить и вам, и вашим коллегам почтение за то мужество, которое вы проявили, поскольку я так уверен о том, что если бы не вы, и не такие, как вы, то, скорее всего, катастрофа была бы еще гораздо более и более масштабной. Я знаю о том, что, и думаю, что все знают о том, что когда случилась авария на Чернобыльской АЭС, туда приехали тушить пожар, простые пожарники, которые еще не догадывались о том, что за... какого характера происходит авария. И давайте покажем фотографии мемориала этих... Сколько их было? 26 пожарных. 26 пожарных. Которые принимали участие в первые часы, тушили пожар. Которые пожертвовали своей жизнью для того, чтобы оккупировать возникшие проблемы и для того, чтобы потушить пожар. Какие у вас, может быть, есть наставления молодым людям, которые нас сейчас слышат? Что бы вы, может быть, хотели им сказать? Ну, молодым людям, когда мы встречаемся в школах, где-то у нас есть, по-моему, фотографии, где я в школе выступаю, мы всегда говорим, что, ребята, надо всегда быть готовым ко всем реалиям нашей жизни. Вы видите, что недавно на Фукусиме опять случилась авария. И японцы действовали немножко уже по-другому. Я не знаю, ни опыт наш перенимали, ни перенимали, но вместо бетонного они делают саркофаг сейчас из, будем говорить, из стекла. Стеклянный. Да, стеклянный. Не было такого, что вот на ура, значит, бросали ведь в день через эту чернобыльскую станцию проходило 10 тысяч военнослужащих. В Японии такого не было. Там люди шли, которым платили. У нас ведь никому не платили, все мы, будем говорить, были патриоты, что надо было закрыть, чтобы спасти Россию-матушку, спасти, значит, людей, которые рядом жили от этой беды. И мы не думали, что вот после Чернобыля мы, будем говорить, уже российское правительство будет принимать законы, которые улучшат нашу жизнь. Большое спасибо, конечно, то, что о нас вспоминают. И на следующий год будет 30-летие Чернобыля. Я думаю, тоже будет развернута такая акция. Мы опять пойдем в школы. Хотя нас осталось мало, но все равно. Мы чувствуем, что надо это делать. Что ребята должны знать, хотя бы где этот Чернобыль находится, как выглядела эта станция. В гостях у меня был Анатолий Поршуков, участник ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Напомню, в воскресенье 26 апреля день, когда мы должны отдать дань памяти жертвам радиационных аварий и катастроф и дань уважения ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий аварии. Благодаря их мужеству удалось сдержать атом и спасти людей. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Ярослав Оришкин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова